На судьбу жаловаться дело лёгкое, но пустое. Да. Всё у меня было в жизни как надо. Я просыпаюсь утром с одной мыслью. За что мне Бог дал такое счастье? Что ещё нужно человеку? Эти слова сказал Иван Рыжов, актёр, сыгравший в кино около 140 ролей. Мы сейчас определим, каким веслом загребать, а каким кабанить. Он одинаково убедительно играл и негодяев. Я старичок в острове. И положительных героев. Чутьё надо иметь, молодька. Чутьё в организме. Про самого Рыжова говорили, что он человек, у которого нет и не может быть врагов. Это человек, которого все любили. Любили режиссёры, любили партнёры. От него веяло таким магнитом, к нему так притягивало. Ох, чтоб тебе добро было. Любимый дед советского кинематографа Иван Рыжов прожил долгую счастливую жизнь. И только в конце пути ему выпало испытание, пережив которое, Рыжов сознался, что жить ему незачем. Все помрём? А уж позже, слава Богу. Мы собираем худсовет, чтобы ещё раз посмотреть любимые фильмы с участием короля эпизода, выдающегося актёра Ивана Рыжова, и выбрать его лучшую роль. Общеляю минутную готовность. Минутная готовность. Говорили, что вместе с актёрским даром Рыжов обладал талантом любить жизнь и людей. Если он кого любит, так он любит. Он готов этому человеку отдать всё на свете. Луну достанет. Он особый человек, потому что, когда вспоминаешь его, прямо как вот душа в улыбке расплывается. И актёры с ним любили же очень играть. Скажу тебе безутайки. Царь на меня люто осерчал. Гонит ссылку со всей фамилией. Как? И Наталья Гавриловна в ссылку? Да. Жили, Крестом Богом прошу. Неважно, эпизод, не эпизод. Это на него только вот открыв рот можно смотреть. Потому что он ещё был гениальный рассказчик, просто гениальный рассказчик. О газетах вот про бомбы сверхвозможные пишут. Про эти, про атомные какие-то. Для устрашения, может, это полезно, только не без причины неба утечку давать стало. Он умел очаровываться людьми, быть преданным другом и быть однолюбом. Любовь – это великое благо. Со своей единственной женой Ниной он прожил 60 лет. Мама-то моя суперинтеллигентная женщина. И внешне это, конечно, в то время выглядело совершенно невероятно, чтобы такая рафинированная аристократка, как моя мама, вдруг шла бы рядом с деревенским парнем. Он же долго выглядел как деревенский мужик. Над решением Ивана пойти в артисты смеялись дружно всей большой семьей. А когда смех утих, он стал собираться в дорогу. До Москвы от родной деревни Зеленая Слобода надо было идти пешком несколько часов. Он начистил парадные яловые сапоги. Он завил себе кудрю и пошел в Москву. Тогда настало время хохотать приемной комиссии. Рыжов, ни разу не видевший, как читают стихи, решил, что каждое слово требует отдельного жеста. Каждое слово, которое там было, он показывал. Он ползал по земле, он раскидывал руки, он вещал. Он рассказывал, он считал, что он просто мастерски это все сделал. Ну а когда он стал танцевать, то члены комиссии буквально сползали со стульев от смеха. Через несколько лет он повторил этот танец в фильме «Кощей бессмертный Александра Роу». Рыжов поступил в училище и тем самым очень удивил свою многочисленную родню. Но тогда еще никто не мог и представить, что на смену удивлению придет гордость, ведь впереди у Ивана Рыжова был долгий и славный путь в кино. Итак, нашему худсовету предстоит обсудить пять ролей Ивана Рыжова и выбрать лучшую. На 20-е заседание худсовета собрались Народная артистка РСФСР Тамара Семина Актриса Марина Дюжева Народный артист России Валерий Баринов Народный артист России Александр Панкратов-Черный Критик, историк кино Александр Шпагин Первую роль, которую посмотрит худсовет, Иван Рыжов сыграл в экранизации пьесы Михаила Булгакова «Дни Турбинек». Рыжов играет лакея Федора. Режиссера картины Владимира Басова связывали с Иваном Рыжовым многолетние приятельские отношения. Федор, идет мне эта шляпа? Как же это? А бритвочку в карман возьмете? Бритва в карман. Дорогой Федор, позвольте мне оставить вам 50 карбонцев. Покорно, благодарим. Позвольте пожать вашу честную... Прекрасная сцена. Не удивляйтесь. Раболепно вглядываясь в своего благодетеля. Ну а как же, отношения. Я во дворце никогда не был, адъютантом никогда не служил. Понятно. Неужто ходу дал? Смылся. Ох, прощала игла. Бандит неописуемый. А нас всех значат на произвол судьбы. Виноват. Алло. Бросайте все к чертовой матери и бегите. Значит, знаю, если говорю. Шервинский. Шервинский! Дорогой Федор, как неприятно с вами беседовать, но... Федор! Дарю вам этот кабинет. Чудак! Подумайте, какое одеяло может быть... У которого нет собственного мнения, который привык слушаться. Он лакей. Он лакей. Он играет лакея. А вот сущность лакейская, она ведь не только в лакеях. Она во многих людях. И это очень точно здесь, конечно, подсмотрено. Чем же я вам могу помочь? Бросайте все к чертовой матери и бегите. Федор, говори. Федор! Сцена с Василием Семеновичем главы, таким артистом-аристократом. И рядом вот это русское, совершенно замечательное лицо в бакенбардах. Лакей мог быть хлыщом каким. Нет! Ставится вот он, и он с этим очень здорово справляется. При всей вот своей вроде бы простоте, он удивительно умел носить костюмы, в которые его одевали. Он обнашивал этот костюм. Он его обживал. Вот наденешь на него простую рубаху, или вот этот сюртук лакея, ты чувствуешь, что он на нем живет. Это его, значит, какая-то биография. Слушайте, ну, это хороший артист. С каким материалом он знакомится, и неважно, граф он, дворник, половой, лакей. И актер из себя вот эти штучки вынимает, которые обрастают потом деталями. Финал этой сцены совершенно замечательный. При этом, конечно, где-то он хочет быть похожим на своего барина, а то и выйти в бар. Ничего, скоро ему 17-й год в той или иной степени это предоставит, если не расстреляет, конечно, как слугу. Учиться в театральном училище Ивану Рыжову было труднее, чем остальным. Хотя бы потому, что он то и дело попадал в просаг перед городскими из-за своего деревенского воспитания. Там были занятия и по литературе, и по русской словесности. Преподаватель писал какие-то там слова на доске. Мешает ему, не может он переписать то, что написано на доске, мешает преподаватель. Он ему говорит, ты ж... ты подвинь. Что? – спросил преподаватель. Ж... говорю, подвинь. Тогда преподаватель попросил его записать в тетрадь все неприличные слова, которые Рыжов знает. Старательно Иван заполнил ругательствами тетрадь полностью. А теперь, если хочешь стать артистом, заставь себя не произносить эти слова никогда. Такое задание дал ему учитель. Сам Рыжов рассказывал потом, что месяц ни с кем не разговаривал, потому что не умел обходиться без этих слов. Его, если где-нибудь покажи, кто не смотрит кино, скажет, ну, нормальный русский мужик. Мужичок. Эту его неотесанность, которая была вечным предметом на смешек окружающих, выгодно использовали в кино. Впервые он снялся в коротком эпизоде в 1939 году. А в 40-м его приняли в штат «Союз детфильма», нынешней киностудии имени Горького. Именно там он и встретил свою судьбу. Вместе с ним одновременно пришли две девочки. Одна черненькая, одна беленькая. Вот черненькая это была, потом стала моя мама. Но ему понравилась беленькая, а не черненькая. Он стал за ней ухлёстывать, и только потом он рассмотрел эту вот красавицу. Если браки совершаются на небесах, то это точно об Иване и Нине Рыжовой. Поначалу представить их вместе было просто невозможно. Я как-то сказал ей, «Ниночка, если я скажу, чтобы ты выходила за меня замуж, не выходи. Я плохой, бабник и пьяница. У меня была такая тактика». Может, своим простодушием и неумением изображать из себя того, кем он не был, Рыжов и покорил красавицу Нину. Как бы там ни было, они стали жить вместе, не расписываясь. А когда во время войны студию эвакуировали в Дошанбе, Рыжов сказал, что едет с женой. Все очень удивились, ведь никто об их отношениях не знал. Они поженились и 60 лет были вместе. При аристократизме и хрупкости моей мамы внутренне она как скала, ее трудно свернуть. Он всегда чувствовал, что рядом с ним есть человек, на которого можно надеяться рассчитывать, что она плечо подставит всегда. Нина рано поняла, что ее талант актрисы невыдающийся. Поэтому из профессии ушла. Но для Ивана она всегда была первым советчиком и помощником. А когда через много лет в их дом придет горе, Иван станет опорой для своей Нины и сделает все, чтобы облегчить ее страдания. В мелодраме режиссера Леонида Морягина по сценарию Виктора Мережка «Вас ожидает гражданка Никанорова» Иван Рыжов сыграл председателя колхоза Леопольда Васильевича. Так ты говоришь, грозится повыбрасывать твои чемоданы. Твоя баба. Черт смотришь. Ну хорошо, что мне делать? Слушай, а ведь я ей говорил, когда покупал эту хибару. Не дай бог задумаешь обратно повернуть огловлю. Вот так в моду смотрел. Я не понял, что мне делать. Доживи пока. Что с тобой случится за 2-3 дня? Потом тебе найдем квартиру. Зал, машина на ходу? На ходу. Ты поспрашай там насчет квартиры. Пожалуйста. Да подожди, ну подожди. Что тут в бутылку спарился? Я завтра к ней подъеду, поговорю и все. Она успокоится. Слушай. Чего ты испугался-то? Баба боишься, да? Ты знаешь, как с ней надо? По-мужски. Рыгни, все в порядке. Слава. Да. Напомни к Катьке заехать. Главное, будь мужчиной. Вы посмотрите, как он разговаривает о женщинах. Как он? Что, боишься, что ли? Он говорит это с пониманием, с толком, так сказать. Как надо держать женщину? Как надо с ней быть? О, посмотрите-ка. Ведь он очень нравился женщинам. Очень. От него, вот знаете, был знаменитый фильм, да, «Запах женщины». А вот от этого парня пахло мужиком. Нормальным, хорошим. Никто и никогда не назвал бы его секс-символом. Но это тот мужчина, который притягивает к себе женщин. И вот такие, действительно, короли эпизодов-то и вообще просто вот прекрасные артисты. Не от внешности зависит. Нет. От того, что вот здесь, от наполнения, от наполненности. Ой, вы знаете, я просто вот на этих любимых, любимцы мои, богу, без смеха вообще смотреть не могу. А работать с Иваном Петровичем, это вообще счастье каждого партнера, который с ним встречается. С Борей Брундуковым они понимали друг друга потрясающим. Но Боря тоже ведь вырос из провинции, из такой, как говорится, глубинки. Мы тебе квартиру подыскали. Дом громадина. На двое разгорожен. В одной половине ты, в другой старуха на ладан дышит. Устраивает? А? Хороший мужик, хороший председатель, всех понимает явно, всех слышит, готов дать добрый совет. Отец родной просто. Можно? Подожди там. Я не могу. А я говорю, подожди там. Дай с человеком поговорить. Это не Ульянов, который там председатель, который орет, который авторитарен, который нервный, который в чем-то истеричный, который заставляет. Нет, этот всегда по-братски. Да, поговорить с людьми, выпить чарку. Да нормально, свой в доску. И о них даже снимались документальные фильмы в 70-е годы, что и назывались, типа там, «Наш Михалыч». Назывались какие-то документальные фильмы. А так оно и есть, да. Его устраивает. После войны Рыжов снимался мало. Тогда он создал при киностудии имени Горького «Артель Красный Звук» и собрал отличных актеров, которые озвучивали зарубежное, в том числе и трофейное кино. Полно актеров было без работы, хороших актеров. И все шли к нему в этот «Артель». Великолепно это делали наши киноактеры. Иван Петрович был как бы председателем. У меня дома висит даже табличка «Председатель «Артели Красный Звук» Рыжов Иван Петрович». Делали они это мастерски. Они очень быстро, моментально заучивали, запоминали текст и очень хорошо озвучивали. Каждый год он снимался в нескольких фильмах. Но роли ограничивались мимолетными появлениями в кадре. То он стоял за спиной героя, то сидел рядом, то говорил фразу, а то и вовсе обходился без слов. До Бога высоко, до царя далеко. Вот тут оно и есть. А в этом эпизоде в кадре от Рыжова остался только нос. Дрожган. Дрожган, надо было очередь. Внимание! Первую полноценную роль он сыграл в 46 лет в фильме «Муму». Были еще короткие, но яркие появления в популярных картинах. Дело было в Пенькове, Алешкина «Любовь». Снимался он и в «Фитиле». Постепенно его стали узнавать зрители, а режиссеры, наконец, рассмотрели в нем потенциал. Рыжову было уже за 50. У него было такое хорошее, хорошее лицо, такое русское, яркое, хороший глаз, который может быть и очень добрым, и очень злым. А после фильма «Тени исчезают» в полдень режиссеров Ускова и Краснопольского, Рыжов занял прочное место в строю народных любимцев. А я сомневаюсь, что мы осилим эту сплошную, ну как, коллективизацию, коллективизацию. Сомневаюсь. Что бы он ни делал, это всегда было ярко. Вот надо русского человека показать, вот лучше, Иван Петрович, никто этого не сделает. Не случайно, вот Василий Макарович, мой однокурсник, тыс Вася Шукшин, он когда начинал свои картины, он без него не смог обойтись. А я, как только ты зашел, сразу определил, это ты ли за драку какую-то, или машину лесу дюбнул, а? Ах, тебе бы операм работать, отец, а цены бы тебе не было. Колчаку не служил в молодые годы, нет? В контрразведке. Только честно, голова перком делал. Да чего это? Он был одним из самых любимых актеров Шукшина. Их связывал не только профессиональный интерес, но и человеческая дружба. Мы никогда о дружбе не говорили. Настоящие мужчины о дружбе не говорят. Перед съемками Калины Красной Шукшину предстояло сделать сложный выбор. На роль отца главной героини претендовал не только Иван Рыжов, но и Всеволод Санаев. Я помню, какая была обида у Всеволода Васильевича Санаева, когда в Калины Красной моего папу отца играл Рыжов. Ты я, Стаханович, вечный! У меня 18 похвальных грамот! Чего ж ты сидишь, молчишь? Молчишь! Ты же мне слова не даешь воткнуть! В интервью Рыжов говорил, что готов сниматься до 100 лет. Его мама прожила 102 года, старшая сестра 94, один из братьев 99 лет. 60-летнего Рыжова впереди тоже ждала много насыщенных лет. Из ролей, которые Иван Рыжов сыграл в фильмах Василия Шукшина, худсовет нашей программы посмотрит роль проводника поезда в картине «Печки-лавочки». Если в Калине Красной Рыжов исполнял одну из центральных ролей, то в этом фильме его роль состоит из нескольких эпизодов. Он все с собой забрал? Что у него было? У него чей это? Чемодан. Такой желтый, с ремнями. А куда он пошел? Вперед? Или в хвост поезда? А это? Не знаю. Не уходите никуда из купе. Вот, брат, какое дело. А зачем посадил без билета? Ну, были места и посадил. Так нет. Теперь виноватых надо найти. Вот он и с вами коньяк выпивал. А чем так? Выходит. И вы виноваты. сами поймать не могут, а на других сваривают. Ну, посадил. Они же просят сами стоять и ехать. Надо ехать, ехать. Так нет. Теперь виноватых будут искать. Или не уходите. Сидите. А кто окно закрыл? Не знаю. Вот он, тут он начальник, тут он строгий, тут он на позициях. Все. Его дело правое. Мне очень нравится этот эпизод. Довольно забавное, надо сказать, приглашение Шукшина-Рыжова на эту роль, потому что вообще старых проводников было мало. Тем не менее, в фильмах они бывали. В жизни обычно это бабы неопределенного возраста. А в кино бывали и Парфенов, не раз, и Рыжов. И вот можете себе представить, как такую роль сыграл Парфенов. Это был, безусловно, очень едкий и малоприятный персонаж, и, безусловно, такой гнетущий совок. Рыжов играет то же самое, но он опять играет своего в доску нормального, который все может объяснить, но немножко испуганный, правильно, он же не главный, над ним власть, он советский человек, естественно. Ну, посмотрите, какой великолепный оправдывает себя. И когда слушаешь такое оправдание, вот он сажает без билетника, деньги кладет себе в карман. Ты понимаешь его правду. Ну, человеку доехать надо. Видите, актер, он все-таки должен быть адвокатом своей роли. И такие артисты, они могут оправдать все, что угодно, это здорово. Какого анали мы-то выпустили, а? За ним биография сразу выстраивается. Мы понимаем, какие проводники на поездах и почему они такие. Мы это читаем и понимаем. Как он работал над ролями, это тайна. Где-то мы были в какой-то командировке с творческими встречами, и он очень усталый приехал на встречу творческую со зрителями, и я говорю, Иван Петрович, ты что тут такой усталый? Че, 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 че? Над ролью думал. И я понял, что он ночи не спит. Он думает над ролью, над характером. Это меня поразило. Ну-ка, давай-ка приведи себя в порядок. Не очень тут. Не дома на печке. Семья Рыжовых жила довольно скромно. Сам Иван, девятый ребенок в большой крестьянской семье, о роскоши никогда не знал и к ней не стремился. Я часто его у метро встречал. Он ездил только в метро. Какая машина? Я говорю, Иван Петрович, а может, ну, во-первых, хрен его купишь, денег нет. Поэтому я, я в метро. Говорит, меня же, ну, кто там, ну, мужичок, говорит, едет какой-то, видите? Радость они находили внутри своей семьи. Иван был хороший муж. Признавался, что водку не любил, говорил, невкусное. Я только в 28 лет первый раз напился. Шесть лет пил, потом бросил. И с того времени не-не. Он совершенно не умел что-то просить для себя. Зато активно принимал участие в жизни других людей, когда его об этом просили. Для всего начальства он был свой мужик, поэтому ему часто шли навстречу. Это был настолько неравнодушный человек. Ни к чему не был равнодушен. Везде он должен был быть соучастником, сопереживателем, сострадать он должен. Самой большой радостью в их доме стало рождение дочери. Когда я родилась, он ни о чем разговаривать не мог. Только как Таня там чихнула, как Таня чего-то потянулась. У Тани ручки, у Тани ножки. И его приятели спросили, Вань, а у тебя молоко не появилось? Когда Татьяне было 24 года, произошла трагедия. В машину такси врезался грузовик. Удар пришелся в то место, на котором сидела Татьяна. Чудом она осталась жива. С множественными переломами, но ее доставили в больницу, в которой она провела год. Ну, его вызвали, он был где-то в Крыму, его мама позвонила, он тут же приехал. И сколько я лежала в больнице, он приходил каждый день, и, в общем, все время, которое только можно было там находиться, он сидел рядышком со мной. А в конце 90-х Рыжовым выпало еще одно тяжелое испытание. У жены Нины случился инсульт, и она оказалась парализована. Всю жизнь именно Нина была опорой для Ивана. Теперь им пришлось поменяться ролями. В киноповести по сценарию Василия Шукшина «Позови меня вдаль светлого» Иван Рыжов сыграл роль деда Савы, деревенского домашнего философа, который пытается понять смысл жизни. Витька, мать за тобой. Здрасте. Здрасте. Че ты убежал-то, сынок? Там дядя Коля ждет. Пойдем домой. Что, Витька? Ссылку ссылают. Ты че, дед? В какую ссылку-то? Да я шутейно, так я. Болтану. В гости он едет. Хорошее дело. Пойдем домой. Да отдышись. Отдышись, что ты? Какого отдышись-то? Там Николай ждет. Да отдушись, посиди. Отдушись. Эжа, вот раньше-то понимали, до семнадцати годов нельзя было парня из дома трогать. У нас тогда вся деревья на отхожей промысел уходила. А вот кто поумнее-то был, отцы-то. До семнадцати годов парня из дома не отпускали. А как-то отпустят раньше, так все. Отойдет человек от дома. А потому что не укрепился, не окреп дома-то. Не пустил кольжки. Так оторвется, так все. Начнет его крутить по земле, как сухой лист. И от дома он отошел. и... А потому до семнадцати, что надо полюбить первый раз там, где родился и возрос. Вот как полюбишь на месте дома, это и будет твоей родиной. Тосковать по ней будешь до самой своей смерти. Чего ты меряешь, дедушка? Полюбил, не полюбил, ну чего попало? Вот этот эпизод совершенно замечательный. Ведь, в общем-то, он говорит такую вещь, достаточно резонерскую. Ну, такая вот, не отрывайте детей от дома. И смотрите, как он это превращает все в мощный кусок. Когда ты начинаешь задумываться, а что ты сделал со своими детьми, а как ты их оставил? Текст достаточно литературный. А литературный текст говорить очень тяжело. А он его так перемял, так, и что он его как бы вот на выходе, это получается вот тот дедушка, которых нам так не хватает. Ему ничего не надо делать. Он просто говорит все. Но! Но! И это важно. У него есть моменты, когда он не смотрит на партнера. Ему партнер не нужен. Он сам по себе сложившийся русский мужик, русский человек. Вот это в нем, это в нем от природы. Раньше жили без твоего учения. Ничего, слава богу, без хлебушка не сидели. Здесь Рыжов очень нестандартный, очень своеобразный. Он говорит не в своей обычно немножко такой вздрюченной интонации, чуть-чуть такой нервической, а очень спокойный, очень умиротворенный. То есть этот человек, этот герой знает о мире что-то большее. Почему человек с похмелья хворает, это вы знаете, товарищи ученые? Отравление организма. Чего? Отравление сивустым маслом. Где масло? Водки? Так точно, ваше благородие. Да учились. А сына там нет случайно? Очень приятно здесь видеть Рыжова чуть-чуть, в чуть-чуть измененном образе, в чуть-чуть измененном виде. И это действительно другой герой, и не случайно эта роль стала одной из лучших в его карьере. Плохо человеку одному. Не приведи, Господи. И философ, и старый совсем, совсем старый, и другого уклада, потому что он живет в деревне, у него другое-другое уже, своя философия жизни, и как он людей этих видит насквозь, въедливый, такой любознательный. Что я? Не знаю, какой мне гроб сделают. Тяп-ляп и готово. Лежи потом в хреновом гробу. Последние годы жизни Ивана Рыжова были безрадостными. Четыре года его любимая жена Нина провела в постели. Четыре года она была парализована, и она не могла разговаривать. Он четыре года просидел рядом с ней, держал ее за руку, читал ей что-то, там, играл с ней, развлекал, как мог. Четыре года он от нее не отходил. Она хорошая, такая хорошая, что если бы пришлось жить еще раз, женился бы только на ней. правда. Когда она скончалась, Рыжов стал терять интерес к жизни. Иногда его навещали соседи по актерскому кооперативу. Среди них была Любовь Соколова. Они вспоминали молодость, но о будущем Рыжов уже не думал. Он проводил почти всех, с кем дружил и кого любил. Он очень тосковал по маме. Если по-честному, он совсем не хотел уже жить к этому времени. Мы его держали здесь, в этом мире, лекарствами, сиделками. Никого из близких людей, кроме вот нас, кроме его семьи, меня, внука его, моего мужа, никого рядом с ним уже не было. За два месяца до его ухода, умер иной, он такой шел, вдруг сдавший и подрыхлевший. Иван Петрович, а что это, говорю, как-то болеете, что ли? Ой, Витя, да, или старый, или болеет, потом кино уже не то, кино нету, ну что, Витя? Причиной его смерти стал нелепый случай. Упал, порезал руку, а в больнице вовремя не остановили кровотечение, и он скончался от потери крови. Свою жену Нину Иван Рыжов пережил на год. Свою работу в фильме сказки Иван да Мария Рыжов считал настоящим подарком судьбы. Роль царя Евстегнея 13-го он любил больше других своих ролей. Это пятая работа, которую сегодня обсудит наш худсовет. Ограбили! Караул! Ограбили! Караул! Ограбили! Что такое? Что такое? Кого ограбили? Тебя, Ваше Величество, ограбили. Тебя, батюшка. Как же меня могли ограбить, когда я сижу чай пью? Вот, Ваше 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 сидишь, сииры спиваешь, а тебя тем временем и грабят. Почитай, всю казну унесли. Догнать. Воевода. Догнать с грабителей. Воевода! А воевода нету. А где ж он? Он по Вашему приказанию жениться поехал. А что, где ж ты еще не вернулся? Никак нет. Никак нет. Опять все самому. Стража! За мной! Как с вами? Где мой парамобиль? В стойлер. На конюшне. Кто на свете всех быстрей? Пошел вон! Вкусный, вкусный артист. Знаешь? Вот за ним интересно наблюдать в каждом эпизоде, в каждой роли. А он везде купается. Поэтому он так любим. И любим в народе. Уж не просто так кривляние какое-то, да? Изображение такое. Знаешь, вот изображает. Вот так вот. А попробуй так. Не каждому дано. Это надо. Сказка дает раскрепощение. Если это режиссер позволяет, конечно. Иван Петрович это позволяли. Он по жизни был удивительно добрым человеком. И вот все персонажи, все равно ты видишь в нем доброту. Вот у него какие-то глаза, вот может быть вот внешность какая-то. А в сказках он был вообще удивительный. Русский, мудрый. Окружен он актерами, в общем-то, ну, как вам сказать, ну, тот же Гав, тот же Казаков. Это ведь ребята из другой сказки. Это ведь на полном контрасте. В этом есть колоссальный смысл. Колоссальный смысл. Понимаете, у нас много таких царей было. А посему мы, Евстигней тринадцатой, желаем, как обещано было, осчастливить тебя своей царской милостью. Он ни на кого не похож. Владелец, солдат. У нас нет актера другого и не было, и нет с его индивидуальностью. С этим носом картошкой, да, с этим некрасивым, каким-то, ну, простым таким совершенно, ну, вообще не артистом, не артистом. Вот это его истоки, это его корни, это его родовая основа. Не случайно многие критики, особенно в буклете Иван Рыжов, который вышел в начале 80-х, отмечали, что это его лучшая роль. Не Калина Красная, в частности, автор этого буклета, писал, а вот именно вот это. Почему? Потому что здесь он именно вот взошел в идеальное фольклорное состояние именно вот такого вот царя, то фольклорное состояние, которое ему не хватало в современности. Я путевый, только не везучий. Это потому, что я и в тягне 13-й. Цифра мне досталась и счастливая. Итак, наш худсовет посмотрел пять ролей в исполнении Ивана Рыжова. Роль Лакея Федора в драме Дни Турбины. Роль председателя колхоза в мелодраме Вас ожидает гражданка Никанорова. Роль проводника в комедии Печки-лавочки. Роль деда Савы в киноповести Позови меня вдаль светлую. И роль царя в фильме сказки Иван Дамария. Сейчас худсовет нашей программы выберет лучшую роль Ивана Рыжова. Один из пяти. Ну, я тогда не буду оригинален. Я точно так же, как тот автор, не помню, кто это был, того буклета. Я все-таки выберу Царя Евстигнея 13-го из Ивана Дамарии. Вот где он с Шукшиной разговаривает? Смотрит в сторону. Позови меня вдаль светлую. Не, печки-лавочки, наверное, все-таки. Наверное, все-таки печки-лавочки. Тоже все больно хороши. Ну, наверное, председатель колхоза гражданка Никанорова. Вот, наверное, там. Мнения членов худсовета разделились. Поэтому сейчас все будет зависеть от того, какую роль назовет Марина Дюжева. Я думаю, позови меня вдаль светлую, но исключительно из-за того, что наши мальчики сейчас теряют опору и им очень нужны вот такие дедушки. Свой гробик сделай своими руками. Я ее каждую тесиночку-то с лаской обделаю. Аккуратно. Как жених в нем буду лежать? Да зачем? Что за дикость такая? Да какая дикость? Это не дикость. Какая дикость? А-а-а. Что я? Не знаю, какой мне гроб сделают. Тяп-ляпа готова. Лежи потом в хреновом гробу. На кой это мне надо? Там сук. Там трещина. Я сам все сделаю. По-людски сделаю. Ты что, заболел? Ничего подобного. Вот в пенсии опять заболею. А так ни одно ребрышко еще не ноет. Так, ребятушки, так, орелики мои. Ничего тут удивительного нет. Все помрем. А уж позже, слава богу. по-пенсии. То, по-пенсии. Ого.